Посадить огород для воспитанников 7-го детского сада – дело нехитрое. На протяжении многих лет маленькие ленинск-кузничане совместно с воспитателями сажают картофель, тыкву, кабачки и зелень. В этом году задача посерьезнее – посадить полноценный огород со всеми его составляющими – от лука до томатов. У нас уже стала традиция ежегодно сажать наш вот такой вот огород на нашем участке детского сада. Начиналось все с картофеля, и вот уже детки садят и уже мелкие семена, и морковку, и огурцы, и помидоры. Вот и все-таки осуществляется и экологическое воспитание, и прививается трудолюбие, а дети осенью видят результаты своего труда. Эстетическая красота тоже не на последнем месте. Морковь, свекла, редис, баклажаны, посередине томаты. У каждого продукта свое место и свой способ посадки. Надо вот так промысливать, потом вот так делать дырку, оттуда семечко и вот так землей прикрывать. Кабачки. Кабачки мы просто раскапали дырки, потом мы туда налили воды, и потом только посадили и закапывали. Как вы думаете, а почему именно в колесах кабачки? Ну, кабачки, потому что они к всему приставают и не отстают. Редиску. Еще мы создали помидоры, помидоры, малины, морковку, морковку и кабачки. Малину, патиссоны. Еще что? А вы все это любите, ребят? Да. Почему? Они полезные, вкусные. Витамины. Да, витамины. Посадили, теперь обязательно поливать и сорняки убирать. И уже через несколько недель любимые повара приготовят ребятам овощную рагу, свежий салат и даже тыквенный сок из собственного огорода. Подобное меню ждет и воспитанников Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На площадке учреждения по соседству с елями, соснами и цветами воспитанники, а также педагоги разместили огородные клумбы и грядки. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Василий Обухов, Ленинск ТВ.